В центре внимания сотрудников надзорных органов арбуза и дыни – самые популярные лакомства августа. Их реализацией занимаются как уличные торговцы, так и собственники крупных сетей. Несколько точек в рамках планового мероприятия посетили представители Роспотребнадзора и прокуратуры, чтобы оценить качество бахчевых культур и условия их хранения. В итоге инспекция в магазинах «Хороший» на Ленина 2А и в тележку не выявила нарушений в сфере защиты прав потребителей. У продавцов при себе санитарные книжки, накладные, а также документы, удостоверяющие происхождение арбузов и дынь. Неплохо дела обстоят у торговцев на Смоленском рынке. Правда, некоторые недочеты все же есть. Продавец, кто здесь? Почему нет информации о продавце? Ой, об индивидуальном предпринимателе. Висело, ветром, наверное, снизилось. Сейчас принесу я вот эту табличку. Табличечку, кто, да, чья это стационарная точка. В основном предприниматели стараются заботиться о качестве своей продукции, от которой без преувеличения зависит здоровье городского населения. Например, Иса Исмаил Аглы, торгующий бахчевыми уже 25 лет, к вопросам реализации арбузов подходит очень серьезно. Я его выращиваю друзьями в Астраханской области, Актюминской. Это родина арбузов. Там очень много там арбузов бывает. Вот оттуда я выращиваю, я отправляю сюда и здесь продаю. Люди знают, что у меня плохая жизнь бывает. Я плохой вообще не продаю. Если она не качественная, я его не продаю. Я его обратно отправлю куда надо. Я продаю только качественный товар. Отметим, что в каждой точке специалисты Роспотребнадзора произвели отбор бахчевых культур для анализа на наличие нитратов и пестицидов. Каков будет результат этого теста, станет известно позже. А пока инспекторы остались довольны итогами проведенного мероприятия. Хочу отметить то, что нет в продаже арбузов, которые порезаны на части. То, что у нас имеются такие ограничения в законодательстве. И если смотреть по надрезу, как образцы лежат, то по цвету можно сказать, что продукт готов к употреблению вкусный, сладкий. Если сравнить с прошлым годом, нарушения в указанной сфере у нас имели место быть. То есть каких-то не было документов, также санитарные книжки. В этом году, конечно, уже более лучше. Стараемся охватить весь город. Пораньше у нас сотрудники полиции проводили совместный рейд с Роспотребнадзором, но без анализа проб. Смотрели документацию. В заключение напомним, если при покупке плод издает треск, немного прогибается и имеет желтое пятно на боку, можете быть уверены, он спелый. И не забывайте, как бы аппетитно не выглядели арбуз или дыня, перед употреблением в пищу их необходимо тщательно вымыть.